О главных новостях первого дня лета готовы рассказать корреспонденты Первого Городского. Здравствуйте! Мы собрали самую актуальную и важную информацию. В студии работает Наталья Болдинская. Поговорим о таком. Свершилось. Трассу Кривый Рог-Днепр наконец ремонтируют. Мы планируем закончить все работы до 30 сентября, максимум до 15 октября. Свалку закрыли. Жители поселка Шевченко добились отмены расширения мусорного полигона у шахты Валявка Южная. Все эти нечистоты мы нюхаем. И, соответственно, дискомфорт ужасный. День защиты детей. Для воспитанников Центра реабилитации выступили представители Собачьей Академии. Теперь можно ее потрогать. Иди, потрогай. Иди, не бойся. Бери ручку. Потрогай. Об этих и других новостях прямо сейчас. Отозвать депутатов. Тир-избирком Кривого Рога обратился в Центральные офисы Батькивщины и Радикальной партии с требованием лишить мандатов 11 депутатов Горсовета. Речь идет о бывших членах партии Олега Лешко, которые сейчас именуют себя инициативной группой «За успешный Кривой Рог». Ее возглавляет Катерина Шиповалова. А также об экс-бютовцах, которые теперь называют себя депутатской группой «За родной город». Их лидер Ольга Бабенко. Отмечу, перед заседанием Тир-избиркома в полицию поступило сообщение о минировании здания Криворожского горсовета. Два часа правоохранители и кинологи с собаками осматривали помещение, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Члены комиссии даже собирались провести заседание на улице, но в итоге дождались позднего вечера и попали в свой кабинет. В конце заседания была попытка отправить в ЦИК просьбу о замене Гивеля, но она не нашла поддержки у членов комиссии. Согласно статье 29, часть 8, в случае систематического невыполнения головой, а я считаю, что 9 систематично невыполнение своей обязанности в полной комиссии, мы имеем право вернуться к Центрально-выборчей комиссии с мотивованным решением о его замене. Я прошу поставить это вопрос. Прошу, когда она отсутствует. Напомню, в конце апреля инициативная группа, которая собирала подписи за отзыв бывших депутатов Горсовета от Батькивщины и экс-радикалов, закончила свою работу. Всего свои автографы оставили около 45 тысяч горожан. Их передали в избирком для обработки. 3 мая из помещения Горсовета, которое охраняет муниципальная гвардия, бланки с подписями украли. В Центральной избирательной комиссии принимать копии документов отказались. Трассу Криворог-Днепр продолжают ремонтировать. В этом году Днепропетровская область первая провела тендер и определила подрядчика автомагистраль Юг. Уже подготовили мобильные асфальтобетонные заводы, технику и набрали людей для выполнения работ. Эту дорогу не ремонтировали более 20 лет. Реконструкция начнется с обеих сторон. Подрядчик уже работает в нескольких километрах от Кривого Рога. На этой неделе планируется, что выйдет и вторая бригада. На некоторых участках трассы уже демонтируют верхний слой асфальта. После фрезеровки начнут укладку асфальтобетонного слоя. Все работы хотят завершить этой осенью. На ремонт трассы выделили 950 миллионов гривен. Предусмотрено фрезерование существующего автодорожного покрытия, укладка выравнивающего слоя асфальтобетона крупнозернистого, после чего укладка верхнего слоя асфальтобетона с щебеночно-мастичным асфальтом, щема. Мы планируем закончить все работы до 30 сентября, максимум до 15 октября. Свалку закрыли. Жители поселка Шевченко добились отмены расширения мусорного полигона у шахты Валявка Южная. 10 лет сюда свозят твердые бытовые отходы из четырех районов. Отвратительный запах давно стал соседом местных жителей. Много лет люди добиваются закрытия источника зловония. Ведь все санитарные нормы и стандарты, по их мнению, постоянно нарушаются. Многочисленные жалобы и обращения в контролирующие инстанции не давали результата. Теперь все должно измениться. Александр Фефилатьев знает почему. Кто дал добро? А потом нам скажут, какие-то подписи нашли, чтобы кто-то пришел и дал добро. Кто дал добро? Хоть эти человеку скажут, что дал добро, чтобы это негодяйство здесь вот это вот не творилось. И так под заводом живем. Так что не надо, что давали добро. Жители поселка Шевченко, известного также под названием Аллаховка, крайне недовольны десятилетним соседством со свалкой. Говорят, все проблемы у них на стыке трех районов. Из-за хранилища мусора, который разносят собаки, ветер и бездомные по всей округе. Большое значение имеет экологическая подоплека. Поймите, что ветер дует в нашу сторону. Все эти нечистоты мы нюхаем. И, соответственно, дискомфорт ужасный. У нас растут дети, внуки, у нас есть сады. Кроме того, есть еще и моральная подоплека. На этой свалке. Вот этой свалкой покоится пять тысяч расстрельных евреев и военнопленных. Вот стоит памятник. И на этой свалке, на их костях, вот эта свалка сделана. Мусоровозы, не доезжающие до свалки, начали просто высыпать там мусор. Всем наплевать. Вызовы в полицию были. Никто ни на что не реагировал. У нас просто практически над головами. Появляется новая свалка. Фотографировали. И результата ноль. В затянувшийся конфликт жителей поселка Шевченко с мусорщиками вмешались представители районных властей. Заседавшая накануне рабочая группа решила. Дальнейшему расширению свалки у шахты Валявка не бывать. Было вырешено, что третью разработку, третью очередь черги будильництва полигона не будет. Это было заявлено маляринком и третью не будет. Сейчас вторая очередь пройти. Представители компании, занимающиеся вывозом и складированием мусора, заявляют, что примут во внимание все требования и замечания людей. В течение месяца сделают пересыпку глиной и устранят биогаз, от которого ужасный запах по всей округе. Робочая группа решила тимчасово прекратить завоз твердых побутовых отходов на полигон. На термін, поки не будут виконаны умови по пересыпке полигона. Зараз там проводятся будильные работы с монтажем газопроводов, для того, чтобы вылечить биогаз, неприятный запах, который распространяется на поселок. Одно из предложений, озвученных людьми, установка камер онлайн-наблюдения за полигоном. Хотят убедиться, что Экоспецтранс выполняет свои обязательства. В следующий раз стороны конфликта соберутся через месяц. Александр Пифилатев, Александр Бондаренко, Первый городской. Наркоторговка с Долгинцева. Полицейские задержали криворожанку, которая продавала шприцы с запрещенным веществом. 50-летняя криворожанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности 8 раз. Оперуполномоченные уголовного розыска. Исследователь криворожского отдела полиции изъяли у женщины 13 емкостей с коричневой жидкостью. По словам злоумышленницы, это была ширка. По ценам так называемого черного рынка, изъятый наркотик может стоить около 2500 гривен. Запрещенное вещество направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают причастность задержанной к сбыту наркотиков. Поймали грабителя. Патрульные кривого рога задержали злоумышленника, который сорвал с женщины золотую цепочку. Все произошло на улице Степана Тельги, бывшей революционной. Около дома незнакомец сорвал с шеи украшения и бросился бежать в сторону СУЗ города. Вместе с пострадавшей и очевидцем патрульные отправились на поиски грабителя. Его удалось задержать на улице Героя Вато на стоянке у супермаркета. 20-летнего парня передали следователям металлургического отделения полиции. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Грузовик сбил велосипедиста. Водитель двухколесного попал в больницу. Авария случилась около 4 дня в Центрально-городском районе. Газ двигался по Николаевскому шоссе, а велосипедист выезжал на перекресток со стороны улицы Ивана Добровольского. Водитель грузовика не успел среагировать и наехал на пожилого байкера. Пенсионера с переломом ноги и разбитой головой увезли в тысячку. На месте работали патрульные и следователь Криворожского отдела полиции. Попрощаются с героем. 2 июня в Кривом Роге объявлено днем траура в связи с гибелью бойца АТО Тараса Шевченко. Он служил старшим сапером парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Тарас погиб во время исполнения воинского долга 30 мая в результате минометного обстрела. Герою было 47 лет. Прощание состоится 2 июня в 9 утра по улице Павла Глазового. Бойца похоронят на Аллее Славы центрального кладбища, а в городе в этот день приспустят государственные флаги. В Кривом Роге 1 июня отметили День защиты детей. Уже около 20 лет подряд в каждом районе готовят концертную программу для горожан. В Долгинцевском на праздник собралось около 300 жителей. В основном ученики, которые сейчас посещают пришкольные лагеря. Для них подготовили концерт, мастер-классы, спортивные соревнования и конкурсы. Каждый участник получил приз. Сегодня мы отмечаем День защиты детей. Я считаю, это довольно-таки важный праздник для нас, для всех, потому что дети – это наше будущее, это наше все. Поэтому сегодня мы организовываем мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На этом мероприятии участвуют детки с летних школьных лагерей. Это порядка 7 лагерей, которые находятся близ этого района. За счет бюджета районного закуплены хорошие призы, подарки. У детей будет масса мероприятий, соревнований спортивных, развлекательных. Поэтому они всегда ждут этот праздник, и для них это действительно подарок. В Металлургическом районе в парке Богдана Хмельницкого традиционно подготовили концертную программу для детей и их родителей. Музыкальные и танцевальные номера исполнили лучшие коллективы района. Концерт начался утром, а продлился около часа. Всего показали более 10 выступлений. Также в этот день во многих школах провели внеклассные беседы, чтобы напомнить детям об их правах. Сегодня также будет проведено ряд тематических, разного рода беседы, линейок, уроков, круглых столов в школах, где как раз будет детям рассказано про этот день, что он означает, и какие они имеют безусловно свои права, и на что они могут претендувать в своем еще юном веке. Чтобы они улыбнулись, достаточно внимания. 1 июня центры реабилитации для детей посетили представители собачьей академии. Они привезли с собой четырех лапых разных пород. Мопсы, доги и овчарки показывали трюки и даже танцевали. В учреждении находятся около 50 сирот возрастом от 3 до 18 лет. У некоторых из них есть родители, но они не могут позаботиться о своих чадах. Как поздравляли и веселили детей, расскажет Николай Чирва. Юлия Кушнирух приехала вместе со своими мопсами, бумером и бусей, чтобы поздравить деток. Всего в центре социально-психологической реабилитации 50 воспитанников. Всегда выступление собачек производит на детей невероятное впечатление. Очень позитивное, очень веселое, детям очень нравится. Общение с животными прибавляет в их жизни света и доброты. Для детей выступали немецкий док и риска, австрийские овчарки персик и мила, мопсы, бумер и буса и миниатюрный пудельника. Сегодня, как ни в какой другой день, всем хочется подарить частичку своего тепла, частичку сердца. И обязательно же, конечно, приготовить детям какие-то угощения. Сегодня очень много у детей подарков, сладостей. Мы традиционно накрываем детям в нашей беседке сладкий стол, работает наше летнее кафе. Сегодня у нас вот такое шоу из собачьих. Дети очень тепло их приветствуют. И это сегодня действительно очень много радости. Это кульминация, можно сказать, это выступление собак. В центре реабилитации находятся не только сироты, но еще и дети, лишенные родительской опеки, которые подвергались насилию в семье. Дети нуждаются в социально-психологической помощи. С Днем защиты детей поздравляют Николай Чирва, Дмитрий Микрюков и весь Первый городской. И еще раз с праздником самых маленьких жителей нашей планеты. Пусть у каждого ребенка будет счастливое детство. И зависит это в первую очередь от нас с вами. Таким увидели первый день лета журналисты нашего телеканала. В студии работала Наталья Болдинская. До встречи.